Человеческое тело – лучшая картина человеческой души. Людвиг Витгенштейн. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи – связь тела и души. Через какой механизм осуществляется эта связь? Что такое психосоматика? И как же достичь гармонии в отношениях со своим телом? А обсудить эту тему с нами пришел Александр Питков – психолог, психоаналитик, телесный терапевт, основатель и директор Центра саморазвития ГРААЛЬ. Здравствуйте, Александр! Здравствуй, Екатерина! И начать я бы хотела разговор о теле со своих наблюдений. Мне кажется, что в последнее время интерес людей к телу и как-то возрос. И очень много направлений телесной терапии возникает. За 10 лет они чуть-то не кратно увеличиваются. Как вам кажется, действительно есть такая тенденция, что вот этот интерес о важности, ценности тела и работы с ним увеличивается? И как вы пришли к телесным практикам, к своему интересу к этому? Ну, слава Богу, в последние годы заметен интерес к психологии в целом. Это уже становится от чистого умозрительного интереса, там какие-то журнальчики, книжки почитать, до того, что люди начинают читать популяризаторскую литературу по психологии, ходят на тренинги. В психологии в целом уже люди стали пользоваться таким словом, как психосоматика, стали как-то задаваться вопросами. Иногда даже приходят люди, которым врачи порекомендовали, что это у вас психосоматика, вам бы с психологом поработать. Такие случаи стали появляться. Ну, видимо, общий уровень психологической культуры стал вырастать так, что в сериалах стали появляться роли психологов. Как-то там больше 10 лет назад это был редчайший случай. Или если показывали, то обязательно какие-нибудь комедийные персонажи, такие декредитирующие. Такие чудаки, которые там на уровне психиатра. Но в то же время я не очень знаю, почему сейчас так. Потому что у меня интерес возник, страшно сказать, больше 35 лет назад. И мне повезло, я сразу стал и психологией, и телом заниматься. И работа с телом, так называемая психофизическая саморегуляция, она сыграла в моей жизни большую роль, чем чисто вербальная психотерапия или академическое психологическое образование. А как вы думаете, почему так получилось, что вот именно тело? Ну, это же неразрывно. И вот что-то изолированное говорить, вот психика, а вот тело. Это очень упрощенно, это только существует при нашем разделенных уровнях мышления. Да, вот левое полушарие, а вот все остальное. Вот существуют такие взаимозависимости, которых даже мы можем намечать что-то, но в целом это даже не описать. Это единый поток, процесс неразрывный до конца земной жизни. Как связаны, какой механизм связи нашей психики с нашим телом или телом с нашей психикой, потому что, вероятно, это взаимный процесс. Ну, пример, который я привожу иногда и на занятиях, как именно взаимосвязь, самый такой наглядный, про то, что вот если тело человека взяли, уравновесили на весах чувствительных, да, вот, ноги, голова, вот так, вот, то стоит сказать человеку о том, что представь, что ты поднимаешься по лестнице, и твои ноги устали, у него ноги начинают перевешивать. Помогли все. Вот, или сказать, а сколько будет 13 умножить на 18, у него голова начинает перевешивать. То есть у мысли тоже есть вес? Кровообращение, кровоснабжение мозга зависит от того, что мы делаем внутри себя. Вот, это, ну, такой весомый уровень, да, а уж про то, что если на меня смотрят вот три человека, а потом еще через вот эту стекляшку еще тысячи, то это как-то сказывается на моем состоянии, да, и хорошо, если я не покрываюсь пятнами красными, да, или у меня руки не потеют, но какой-то тонус, мобилизация гормональная, эмоциональная, наверное, какие-то такие процессы идут. Хорошо, что мы не в прямом эфире. Это точно. Тогда, в общем, не стресс. Да, да. Вы упомянули, что уровень психологической грамотности у людей уже такой высокий, что они даже знают, что такое психосоматика, но есть те, кто еще не знают, или не до конца уверены, знают они или нет, что такое психосоматика. Давайте для зрителей максимально просто расскажем, что это такое психосоматика. Ну, ключевой момент здесь, наверное, можно выделить такой, что зависимость каких-то симптомов от психологических сигналов, от психологической обстановки. Есть ли в какой-то ситуации, которая психологически обусловлена, у меня появляются какие-то реакции про то, что вот ко мне внимание, если привлечено, я знаю, а меня наблюдают. У меня повышенный уровень ответственности, там могут потеть ладони, или покрываться красными пятнами, или заикаться, или температура повышается. Ну, или более такие симптомы не ситуативные, а более глубокие, стабильные. Например, завтра экзамен, или вот поездка, а у меня начинается головная боль. Или температура, или там высыпания какие-то. То есть события в теле по психологическим причинам. Все работает по определению психосоматика, взаимосвязь психики и телесности. Понятно. А вот эти события в теле, это какие-то определенные, ну, допустим, там, вот, там, температура, потение, там, вот какой-то их набор, или это вообще все что угодно? То есть тело может среагировать на психику, на психическую жизнь вообще чем угодно? Ну, а там некоторые же говорят, что рак – это тоже психосоматика, например. Вот, а вы как считаете, что есть ли, ну, там, какой-то набор их, что вот это психосоматика, а вот это, ну, не может быть психосоматика, это органика точно? Я думаю, что очень многое, может быть, психосоматикой, да, от, говорю, там, каких-то вот температурных реакций, тремор, жестикуляция, эмоция, гормональная буря, пищеспазм. Ну, конечно, это, начиная с Зигмунда Фрейда, известен случай, когда, там, нужно было идти расписываться в ЗАГСе, да, а джентльмен говорит, ой, не могу, у меня, вот, я что-то не могу роспись поставить, вот, никак у меня не получится. Вот, ну, травмы, падения, там, неаккуратности, порезы тоже могут быть, ну, просто все, внимание рассеялось, порезал себя, да, или, там, нога подвернулась, упал с лестницей, это тоже может быть симптомом, да, но в то же время я не могу категорично говорить о том, что, ой, все, все, психосоматика, там. Что-то наследственность. Конечно, и онкология, это может быть способом отреагировать агрессию на себя, вот, но в то же время, вот, сам способ отреагировать, он зависит от массы причин наследственности, извиняюсь, даже астрологического гороскопа, вот, и есть уже такая, выделенные признаки, что на это влияет, вот, поэтому сам способ, каким человек обеспечивает себе симптом, это уже такой процесс, который от множества факторов зависит. Про профилактику этих психосоматических явлений, могу ли я что-то сделать, вот, я себя наблюдал, действительно, вижу, что симптом психосоматический, что, как мне на него повлиять, используя свое сознание или свое тело, чтобы его было меньше в моей жизни, ну, или вообще исчез? Ну, из таких универсальных, всегда работающих способов, такая закономерность телесной терапии есть, что вот если уметь расслабляться, то это обычно помогает. От любой психосоматики? От большинства, от большинства явных симптомов, каких-то вот, ну, то есть обычно для нас какие-то психологические стрессы, тело реагирует напряженностью, да, иногда это так локально распределено, может быть, там на уровне внутренних органов, гормонально, вот что, вот какая-то такая мобилизация происходит, и хроническое напряжение приводит к хроническим нарушениям, вот. Поэтому общая релаксация полезна. Например, ванну принять, полежать. Ванну, это так громоздко, а вот про шавасану и про аутогенную тренировку, которая сейчас стала намного менее известна, чем шавасана, да, вот начиная с советского времени, про аутотренинг, аутогенную тренировку знали намного больше, а сейчас вот шавасану большинство знают, а что аутотренинг, вот, как-то это меньше стало. Ну, это таких из универсальных общих средств, а более прицельно было бы это рефлексировать и наблюдать, А с чем связано? Потому что, ну, со времен Зигмунда Фрейда стало известно о том, что вот осознавание первопричины, то есть с чего начался симптом, с какой ситуации первый раз он проявился и закрепился. То есть организм, человек в целом как-то нашел вот эту реакцию, которая когда-то была адаптивной. Когда была полезной. Да, была полезной и адаптивной. А потом она закрепилась и уже стала не всегда уместной. Угу. Стала мешать. Да, да. Все наши реакции когда-то были адаптивными. Все наше воспитание, все наши, вся наша жизнь, вот, способы поведения, действий, они когда-то первоначально адаптивны, возникают как приспособительная реакция. А проблемы возникают тогда, когда вот эти приспособительные реакции закрепляются и суются уже недостаточно. Я недостаточно считал информацию о том, что здесь-то вот у нас сейчас что-то по-другому, вот. А организм уже привык, нет, я буду защищаться или я буду маскироваться, или я буду вот мобилизовываться, или зажимать себя буду так, что нет, хорошо, я буду, нет, со мной все в порядке, но я буду, нет, нет, все в порядке. Да, все нормально. Нет, да, мне очень комфортно, я расслабленно себя чувствую вполне, да и дышу глубоко, так нормально, да, да, что вы хотели. Да, я буду хорошим мальчиком, я буду послушным себя вести. Тяжело быть послушным мальчиком. Правильно понимаю, что исходя из культурного контекста, из воспитания, что у всех людей есть набор каких-то типичных блоков, зажимов, каких-то напряжений в теле, которые в принципе вот каждого второго ткни, и вот каждый второй в себе обнаружит вот эти вот очаги напряжения. Как вы, как свидетель множества тел, множества телесных процессов? Да, я знаю несколько классификаций по таким, по чакрам, по поясам Райха. На практике я знаю, куда нужно ткнуть, потому что, так как мы сидим, или иногда разговариваем по телефону, или у монитора вот в такой степени, да, это, ну, есть типичное распределение, да, проклятие прямохождения сказывается на нашей пояснице, вот. Есть типичные зоны, куда нужно ткнуть и любого человека, прямоходящего и умеющего как-то эмоционально контролировать себя, а значит и блокировать, зажимать что-то в себе, вот. Есть такие характерные зоны, там плечевой пояс, лопатки, грудная клетка, вот. Ткните вот сюда себя, вот, между ребер, вот, грудина вплотную к грудине и между ребер. И удивитесь, что здесь можно найти полезные зоны, вот. А если со стороны лопатки дотянуться, да, то там то же самое. Есть классификации этих болезненных зон, но лучше идти, вот, воспринимая человека, фактически его, не строить ментальную картину, вот, там, чакра такая-то, пояс райха такой-то, вот. А лучше наблюдать человека, опрашивать его, ну, интересоваться им. А с чем это у тебя связано, когда ты впервые это заметил, а что с тобой будет, если вот я разомну это место, вот, или мы его подавим-подавим, постимулируем, и какие эмоции у тебя всплывают, или какая ситуация может вспомниться. И тогда это уже вот будет иметь освобождающий эффект. У меня есть гипотеза о том, что в целом в норме отношение к телу довольно-таки эксплуатирующее. То есть, что мы относимся к телу, как, там, в лучшем случае, как к машине какой-то, которая, там, ну, типа, пока ездит, и ладно, что-нибудь сломалось, тогда только я ее свожу подчиниться, полечиться. А в целом, ну, как бы такое, что тело как инструмент мой. А ну, как бы, существует же много разных метафор отношения с телом. Там тело храм, кто-то говорит, да, вот, поэтому я сделал татуировку. Или там еще что-то. То есть, как бы, а какая здоровая такая метафора отношения к своему телу? То есть, как друг к храму, как к машине, к чему относится тело? К телу, чтобы вы были в гармонии, так сказать. Вот про эксплуатирующую формулировку, она отражается даже в том, что, если спросить большинство людей, что такое здоровье? Люди, первый, самый специальный ответ, ну, это когда ничего не болит. Вот, да, у меня просто работают. Самый первый. Вот, вот, вот это как раз эксплуатирующее. И, конечно, у этого есть причины, да, потому что, ну, как бы, все-таки сейчас жизнь становится более благополучной, а совсем недавно, там, вот, какие-то 500 лет назад, или 70 лет назад, ну, жизнь была жестче, ситуации выживания бывали чаще, иногда нужно было напрягаться изо всех сил, да еще и длительное время. И, ну, большая часть жизни проходила в режиме выживания, и требовалось выжимать из себя все соки, ну, чтобы сохранять себя. Поэтому, ну, ничего удивительного все-таки, что есть такой базис эксплуатирующий. Из-за того было, не до дружбы с телом. Но, как только появляется ресурс, про то, что какая-то степень свободы, что я могу уделить внимание или голову сложить в телевизор, вот, или в книгу, или в интернет, в телефон, или обратить внимание на себя, да, то мне нравится заботиться о себе. Да, и такая мотивирующая фраза, вот, если вы не заботитесь о своем теле, то где вы собираетесь жить? Поэтому, вот, хорошо бы, хорошо бы знать, ну, уделять время, да, время, и хорошо бы знать еще, какими действиями наиболее можно помочь себе. Вот, поэтому и уделить внимание, и быть достаточно грамотным, вот, наш, во взаимоотношениях со своим телом, это полезно. Это улучшает качество и количество жизни. Да, да, вот, поэтому, вот, за здоровье важно не только и не столько пить, сколько, вот, что-то делать, вот. И это огромное многообразие способов, да, о том, каким образом можно о себе позаботиться, да, потренировать ли какую-то функцию. Например, пресс покачать? Ну, я более широкими мазками беру, да, там, потренировать выносливость, где основная сердечно-сосудистая и дыхательная система, да, да. Силовые качества подкачать, да, чтобы отжиматься, подтягиваться, чтобы мышечный корсет был. Гибкость и скорость движений, да. Вот четыре основных физических качества, да. Кстати, когда, говоря о зажимах, мы еще не сказали такого принципиально важного понятия мышечный панцирь. Да, мышечный панцирь. Давайте расскроем, что это такое. Распределение хронических напряжений. Угу. То есть у современного человека это примерно вот так вот, в телефончик. А, ну да, да. Ну, к возюху. Да. Ну, или перед монитором, вот, и тогда характерные изгиб шеи, вот. Или даже бывают какие-то хронические напряжения в руке, когда телефон держишь. Да, да. Вот. Ну, и прямохождение сказывается на нашем тонусе. И наши эмоциональные, ну, способы зажимать свои эмоции, способы зажимать, контролировать свои эмоции, да. Что, ну, у каждого человека есть способы тормозить и гасить свои естественные реакции, да. Потому что сколько раз каждый человек говорил, там, убил бы, порвал бы, вот. Или вмазал бы, или убежал. Ну, мы культурные, чистим зубы, рот и оба сапога, в письмах вежливы сугубо, ваш покорнейший слуга. Отчего ж при каждом споре, доведенном до конца, мы, подобно папуасам, бьем друг друга по мордасам. Правда, чаще языком, но больнее, чем кулаком. Это стих начала 20 века, вот, даже там предреволюционный, может быть. Поэтому способ контроля себя и способ реагирования на удары, вербальные или психологические удары, да, он формирует и своеобразие мышечного панциря, вот, и даже там характерная осанка и походка. Как бы многое считывается с человека, каким образом, что у него распределение, его индивидуальное напряжение. А как-то вот с этой эмоциональной частью есть способы поработать с вот этими индивидуальными способами эмоциональной защиты, реагирования тела? Потому что, ну, вот, ну, это же важная тема, да, если мы не хотим остаться бомжами, как вы говорите, где мы будем жить, планируете жить, вот, если не заботитесь о теле. То есть, что делать с вот этой тонкой такой историей? Конечно, понятно, что в лучшем-то скуче нужно отнести ее к психологу, но вот если нет возможности, может быть, что-то есть? Ну, я могу сказать общими словами, с чем психологи работают, да, что они рекомендуют и куда они стараются продвинуть телесные терапевты, куда мы стараемся продвинуть клиента. Как я уже говорил про релаксацию, также можно работать про самонаблюдение, рефлексию, да, с чем связаны мои реакции, да, и потом уже расслаблять то место, когда наступает какая-то реакция. И еще чуткость, сенситивность, вот, то есть, ну, это общими словами, вот эти, я этим трем факторам уделяю внимание. Релаксация, рефлексия, самонаблюдение и чуткость, сенситивность даже вот на уровне, даже на уровне, вот, ощущения энергетики. Вот, это сложно так вот объяснить, но есть ряд упражнений, от простого к более сложному, которые помогают ощущать свою энергетику и управлять, регулировать какие-то психофизические процессы в теле. Это вот звучит немножко как про какой-то более тонкий контакт с окружающим миром, да? С собой в первую очередь, да. А если проговорить про мир, вот мы, как бы, у нас в Питача, мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. Вот наше тело, оно же встроено, да, в этот мир, да, оно, собственно, из тех же молекул состоит. Как мы можем, ну, как сказать, улучшать наши отношения с миром, используя наше тело или, там, через наше тело? Ну, как старый принцип, познай самого себя, ты познаешь весь мир. Ну, подружись со своим телом, прими, подружись в свое подсознание, да. Осознавай, что происходит там, вот в этой метафоре айсберга, да, одна десятая плывет, и вот. Так вот, сделать из этого айсберга управляемый пароход, когда знаешь, что там в трюме происходит, какая паровая машина, как там поршни работают, и как передаются команды с капитанского мостика в трюм машинистам, да, и какой там запас топлива, и какие взаимосвязи, вот, это полезно. Даже если ты не хочешь быть таким наглядным пароходом, то можно быть подводной лодкой. То есть, вот из айсберга сделать или пароход, или подводную лодку, вот. Вот, иногда можно достаточно, вытащил перископ снаружи, посмотрел, вот, и дальше сам в себе наблюдаешь, что же там происходит, вот. Это полезно. Мы у каждого эксперта всегда спрашиваем, вот прям конкретные рекомендации для наших зрителей. Вот я зритель, я смотрю «Живые души» и хочу гармонии со своим телом. Что мне вот, ну, понятно, что у нас там 30 минут, мы там сколько успели, столько успели, но мне хочется узнать про это больше. Что мне почитать, посмотреть, поделать для того, чтобы добавить гармонии в отношениях со своим телом? Вот ваш личный топ. Мне помогли книги, ну, в советское время это были единственные книги популяризаторские наших советских авторов, да, Владимир Леви «Искусство быть собой, искусство быть другим». Вот основы понимания себя, взаимодействия с бессознательным, восприятие своих неожиданных симптомов. Вот книга «Разговор в письмах» особенно посвящена тому, как вот жить с телом, да, как относиться к психосоматическим реакциям непроизвольным, которые портят жизнь, да, вот как их все-таки принимать и себя в целом все-таки, да, ну да, краснею. Ну да, когда-то было такое, возникло, ну, не обращайте внимания. Вот книги Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», их знают многие, вот эту книгу, вот. Но намного более емкое, грамотное и формирующее мировоззрение, грамотное такое психологическое глубокое понимание. Это его книга «Введение в психоанализ и психиатрию для непосвященных». Первый раз слышу такую рекомендацию. Вот, очень рекомендую. И эта книга написана в 50-х годах американским популяризатором психоанализа, но она очень грамотная и в том смысле, что она идет от простейших вещей, начиная с того, как устроен мозг, да, что это, ну, простым языком, да, что спиной мозг похож на трость, а на балдашник его погружен в большие полушария, которые являются как бы половинками меча, вот. И там вот верхняя, ну, кора полушарий, серединный мозг, там какие-то вот структуры эмоциональной реакции. Вот простым языком, от такой простой физиологии наглядной до таких глубоких закономерностей. Вы уже столько лет практикуете как телесный терапевт. Что у вас в телесной терапии, вот в этих клиентских процессах больше всего до сих пор вдохновляет, удивляет, влюбляет в себя? Ну, удивляет скорее невнимание людей к себе. Вот, что иногда приходят вот в очень запущенном состоянии, вот, и говорят, ну, как бы вот, доктор, дайте мне таблетку, вот. Или сделайте мне массаж и хочу, чтобы мне полегчало. Вот, когда говоришь, ну, слушайте, вы всю жизнь жили, ну, даже медицинские показания по массажу. Курс из десяти сеансов раз в полгода. Вот. Психологическая работа как бы тоже может измеряться десятками сеансов. То есть смотря на каком уровне вы хотите изменить свою жизнь, да. Ну, критерием профессиональной работы является обычно то, что за каждую консультацию, терапию, что-то удается продвигаться и какое-то удовлетворение находить. Ну, иногда бывают такие раунды, когда как будто бы откат и обострение. То есть у клиента может возникать сопротивление, вот. И, ну, насколько человек иногда потакает своим защитным механизмом, ну, это у меня вызывает больше сожаление и удивление о том, ну, насколько люди все-таки вот как бы идут на поводу своих защитных реакций. Радует и обнадеживает то, что как-то процессы такие параллельные иногда. Ну, подержал в руках шею и голову, как-то повзаимодействовал, да, о, головная боль прошла. Вот. Как бы, о, фу, облегчение. Вот. А потом что-то там еще поманипулировал. О, о, так вот с чем связана эта моя боль. Вот. Как я держал и насколько носил вот в себе такую тяжесть. Вот. А туда, вот сюда вот надавить. И это здесь больно. Вот. А вот какое чувство так тебе вспоминается, вот. И можно его выразить. И хорошо вспомнить, осознать, когда оно возникло, с чем оно связано, да. И возникает облегчение, освобождение. Спасибо большое за этот содержательный, детальный, подробный разговор. И за Центр саморазвития Грааль тоже спасибо. Это альма-матер всех психологов-трактик. А следующая наша встреча будет посвящена роли историй в жизни. Как перепросмотр истории влияет на судьбу. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok